Мы работаем в Чернском районе с 2005 года. Начинали хозяйство бывших СПК «Спартак», СПК «Орлик», СПК «Покровская», Межоткорм. Бывшие хозяйства мы начинали с одного, со «Спартака» и шли постепенно обрабатывая земли бывших сельхозпредприятий. Все, что полагается животноводству, мы также строили, покупали, воспользовались кредитными средствами Ростельхозбанка. Разводили поголовье. На сегодняшний день у нас общая поголовье на две организации порядка 4,5 тысяч. Наши проблемы, будем говорить, на сегодняшний день в сельском хозяйстве, это, как и у всех, наверное, особенно также в Тульской области. Многие хозяйства пошли в нацпроект, в чем, как бы, на сегодняшний день мы уткнулись в тупик. Тупик этот у нас, как бы, произошел, у нас лично произошел от того, что Ростельхозбанк нам выставил погашение кредитов. Да, срочно в течение трех дней мы должны были погасить порядка 40 миллионов. И плюс нагрузка процентная, это порядка 13,5 миллионов в месяц. В итоге нам нужно было просто в месяц погасить свыше 50 миллионов только Ростельхозбанку. Ну, не говоря уже от наших текущих всех вопросов. Соответственно, мы такую в течение трех дней не смогли погасить. Банк подал на нас в суд, и что привело к ликвидации хозяйства по причине того, что мы не смогли выплатить данную сумму. На сегодняшний день мы находимся в стадии ликвидации. Хотя об этих всех проблемах мы и вместе с сельхозпроизводителем собирались не один раз, но слушать особенно никто не хочет. Я извещал об этом администрацию области. Сам лично Владимир Сергеевич передал письмо, в чем он меня как бы это обвинил. В том, что мы приезжали к нам в конце февраля месяца, не могу сейчас сказать точное число. Он посмотрел на наш комплекс, просто сказал, что все это стоит в десятки раз дешевле, и то, что мы как бы нехорошие люди взяли, украли от ОРО Сельхозбанка средства, а построили ничтожный животноводческий комплекс. Никто это не проверял. Я пытался убедить и министра сельского хозяйства, и заместителя губернатора Павла Юрьевича Воронина, то, что у нас строительство, себестоимость комплекса, даже такой близко нет в области. Если хозяйство, некоторые просто старые фермы покрасили и затратили средств практически таких же, ну как можно сравнить, а здесь все новое построено, все содержится уже в течение трех лет, мы первые объекты запускали. Ну и как бы мы не нашли в этом понимания. Вот еще раз уточню, при покупке в 2011 году поголовых скота, также от администрации, или как сейчас называют правительство Тульской области, к нам прошли обвинения, что мы закупили скот негодный, что больной, дешевый. Ну и как бы все это сложилось, то что, хотя мы заранее заключили договора с ветеринарной службой областной, они у нас и отбирали, находясь за границей скот в Голландии и Венгрии, проводили там карантин, и организовывали отправку оттуда, и соответственно встречались здесь, все поголовье, и проводили здесь карантин. Уже в карантине у нас начались проблемы со скотом, он у нас начал гибнуть, и на сегодняшний день мы вообще не имеем ветеринарной поддержки со стороны правительства области, они просто с нами все расторгли договора, ссылаясь на то, что мы как бы не оплачиваем, но как можно оплачивать, когда при них пало порядка 400 голов телят за три месяца, и порядка 200 голов крупного скота. Как можно делать, если нам не предъявляют ни акты выполненных работ, как можно платить, вернее, деньги, если нам не предъявляют ни акты выполненных работ, ничего не дают, всегда идет эта связь ветеринаров с руководителями Министерства сельского хозяйства, и только находят один негатив в наших действиях, хотя мы все выполняли, как нам говорили ветеринары, так мы делали, не только говорили, они вообще должны были все проводить, все эти вакцинации не провели, и сослались на нас, то, что они от нас ушли сейчас, что мы вроде им не оплачиваем деньги, по причине они это как бы все бросили. На сегодняшний день скот также падает, по причине того, что не провелись вовремя вакцинации, если карантин у нас должен был идти 21 день-30, у нас он шел 4 месяца, никто по это даже не может объяснить, по какой причине. На наши просьбы помочь нам только к нам присылают одни проверки. В том числе ветеринарные. Самые такие, которые, вероятно, подчиняются определенным руководителям Министерства сельского хозяйства, такие управляемые, которые доказать даже в суде, мы все сейчас доказать очень сложно, по какой причине полукорова. Поэтому они этим и воспользуются. На сегодняшний день у нас все растворы для договора, которые были. У нас здесь и мы реализовывали здесь, как бы нам всячески вот это нам тоже препятствует. Вроде как сейчас еще плюс чума, мы не можем забивать. Поэтому, как бы, теряем все возможности в дальнейшей, как бы, работе. На прошлой неделе было совещание в администрации, в правительстве Турской области под руководством Владимира Сергеевича. Он организовал, как бы, приезд сюда Россельхозбанка России, и представляла Оксана Николаевна Лот. Все это совещание проходило порядка двух часов. И все эти два часа, пытаясь, порядка 50 руководителей, учредителей хозяйств, пытались как-то какие-то задать вопросы, никто практически никому не дал слова. Только обсуждалось все это совещание, какой плохой учредитель ОФР.